Чтобы лучше бороться на тренировке, надо больше тренироваться. Чтобы лучше бороться на соревнованиях, надо больше соревноваться. Какой режим ты рекомендуешь джитсеру на новогодние каникулы? Режим тренировок, режим питания, режим сна, неважно. И этот режим, наверное, будет разный для компетиторов и простых смертных. Я разделю людей на компетиторов и не компетиторов. Не компетиторам я советую и потренироваться, и хорошо отдохнуть. Я им советую тренироваться через день утром. Утром легче будет тренироваться в празднике, потому что нервная система не так перегружается. А вечером лучше продолжить праздновать. А компетиторам я советую то же самое, просто тренироваться каждый день по утрам. А вечером тоже можно отдохнуть, провести время с семьей и так далее. Потому что надо понимать, что и выступающим спортсменам надо делать перерыв. Спортивные врачи рекомендуют, что у спортсмена должно быть две недели в году, в которой он не тренируется вообще никакой физической, нет активности. Поэтому можно, чтобы время провести с друзьями, с семьей, можно одну неделю делать новогодние праздники, а вторую неделю делать майские каникулы. И со всеми вместе отдохнуть, весело провести время. И при этом не особо выпасть из тренировочного процесса. Я не советую, например, в новогодние праздники сильно упарываться борьбой, делать по 6, по 5, по 10 схваток. Я считаю, можно прийти в зал, подрилить, сделать борьбу по заданию, сделать одну-две схватки, чтобы это было в кайф, чтобы после новогодних каникул вы пришли на тренировку и не сказали, зачем мне вообще джиу-джитсу надо, что-то мне хватило в новом году. Что не хватает российскому джиу-джитсу? Российскому джиу-джитсу не хватает денег. Потому что, вот, например, у бразилов, у арабов есть хорошие спонсоры. И мы видим, как и бразильцы, и арабы показывают хорошие результаты на международных соревнованиях. И я верю в то, что когда у нас люди, государства, спонсоры начнут вкладываться в джиу-джитсу, так же, как вкладываются в арабов, бразилов, американцев, то его тоже увидят чемпионов мира в БЖЖ среди наших ребят. А на что не хватает денег российскому джиу-джитсу? На поездки на соревнования, на сборы, на борьбу с разными оппонентами. Потому что в каждой стране люди борются по-разному. Мы уже привыкли к нашим спорринг-партнерам из России. Потому что, если так считать, нас не прям супер много. Например, в Москве, в Питере все уже друг с другом переборолись. Все знают, кто как борется. То есть, ничем друг друга, мне кажется, уже удивить не могут. Поэтому хорошим вложением было бы отправлять людей на сборы. Не знаю, в Бразилию, в Эмираты, в США. И, естественно, на соревнования. Потому что я сам для себя понял простую аксиому. Чтобы лучше бороться на тренировке, надо больше тренироваться. Чтобы лучше бороться на соревнованиях, надо больше соревноваться. Это все, на самом деле, борьба, это все, ну, как сказать, это системный процесс. Поэтому не забываем про физическую подготовку, про техническую подготовку, про ментальную подготовку, про питание, про сом, про режим. это все составляющие одного целого то же самое но просто борьба на тренировке это но система и борьба на соревнованиях эта система только чуть более другая и борьба на соревнованиях каких-то ошибок не прощает расскажи ты планируешь свой соревновательный год как-то и если да то какие старты у тебя там основные не основные какие подготовительные на что делаешь упор до первый старт новом году это я буду бороться на невазе в апреле в китая кубок московской области это такой подготовительный трамплинный турнир чтобы там психику свою привести в боевой режим потом основной турнир у меня чемпионат россии неваза в начале февраля том то ли 3 то ли 4 еще и планирую на всех турнирах и себе выступить которые будут и планирую по выступает на и джи пи и возможно поеду в ноябре на чемпионат мира это вот основные старты за год хорошо есть ли у тебя кто-то из ноги как соперники цели с которыми ты очень хочешь встречаться и готовы расти вызов неважно российские или зарубежные да я хочу выиграть фабрисию андрея вот его прям очень хочется выиграть потому что у него кстати стиль похожий на мой я считаю он также проходит гард дабландерами оверандерами поэтому хочется его повалить в начале схватки и пройти ему гард дабландером любопытно у вас с сашей редвановым одна и та же цель одна и даже цель у нас да ну не знаю вот там будем соревноваться кто первый выиграет а какой друг с другом встречаетесь на соревнованиях среда новым саши среду ванном до частенько боремся с ним боролись два раза точная помощь им боролись на евразии ргса и на невазе мы последний боролись в чью пользу счет сейчас в мою последний турнир на невазе была крайне сложная схватка то есть прям счет был 42 ну вот схватка реально она такая прям тут туда-сюда то есть я два балла взял потом счет 22 он не чуть ногу там не оторвал в моменте я в конце свипанул то есть реально одна из самых тяжелых схваток наверное в моей соревновательной карьере была так может сначала среду вановым вынести его из конкурентов сразиться с фабрисио андрея он мой друг мы с ним очень много тренируемся я только я только очень сильно рад буду если он выиграет фабрисио андрея и вообще любого из своих соперников я только за него порадуюсь и обниму его после его победы вот у нас тема сегодня простые свипы почему в чем плюс вот этих всех свипов они делаются быстро то есть если вы проигрываете там одно преимущество два преимущества один балл два балла вы можете вырваться вперед вперед или сравнять схватку за но небольшое количество времени потому что например работа в арм гарде там в лассо разных вам потребуется время во первых чтобы этот гард взять а во вторых вам потребуется время чтобы человека вы вывести из равновесия свипах которые мы сегодня посмотрим нам но требуется максимум там 10 секунд чтобы их выполнить соответственно за 30 секунд до конца схватки мы можем их там засыпать и в итоге сделать